Хотя основные значения и настройки выдержки у фотографов затруднений не вызывают, кинематографистам и видеографам, чтобы добиться требуемого освещения, нужно нечто большее. Если вы снимаете видео профессионально, вам нужен экспонометр. Ладно, я знаю, о чем вы думаете. Он вам не нужен, потому что у вас уже есть в камере встроенный. Это правда. Измеритель камеры работает неплохо, но он не дает того уровня контроля, что и ручной экспонометр. Ручной экспонометр позволяет получить значение экспозиции в строго определенном месте, куда падает свет. Речь не идет об усредненном значении. Это точное значение, измеренное в конкретной точке. Здесь у нас f8, но нам нужно уменьшить глубину резкости. Тогда нам нужна диафрагма f2.8. Просто уменьшите ISO, пока не получите значение 2.8, и можете снимать. Скажем, вы работаете с синим или зеленым экраном. Экспонометр поможет вам понять, насколько равномерно освещен ваш фон. Просто удерживайте нажатой кнопку. А точечный экспозамер поможет убедиться, что вы сохраните максимум деталей на освещенных участках и в тенях. Давайте разберем это подробнее. Вот мой экспонометр Sikonic. В нем есть функция точечного экспозамера. И вы можете смотреть через него. И у него есть головка наверху, с помощью которой вы можете измерять падающий световой поток. Вообще, существует два способа измерить освещенность. Вы можете измерить отраженный свет или падающий, прямой. Экспонометр, встроенный в вашу камеру, измеряет отраженный свет. Он также доступен в ручных экспонометрах как функция точечного замера. При таком методе измеряется свет, отраженный от вашей сцены или объекта. Чтобы использовать точечный замер на моем приборе, нужно просто повернуть этот переключатель. Теперь можно смотреть через него и считывать значение освещенности стены или неба. Точечный замер используется чаще всего, особенно учитывая, что большинство цифровых камер имеют встроенный экспонометр отраженного света. Он делает усредненный замер освещенности всей сцены. Однако на участках с высокой контрастностью или с большой разницей в освещенности, такие системы не всегда обеспечивают точные измерения. Это очень быстрый и оптимальный способ для получения первичных настроек. Когда же вы используете экспонометр прямого света, вы измеряете свет, падающий на объект. Для получения точных измерений при съемке с постоянным освещением, просто расположите прибор перед объектом съемки, направив измерительную головку на камеру. Большая часть экспонометров имеет угол обзора 180 градусов и измеряет освещенность вокруг себя. Но я могу утопить головку и измерять свет, идущий только с одного направления. Когда вы сделали замер, установите F-стопы на вашей камере согласно значению, указанному на экспонометре. Давайте посмотрим, какие преимущества дает использование экспонометра. Я буду использовать экспонометр прямого света, так как это самый точный метод. Когда вы измеряете свет до того, как он отразился от объекта, вы получаете стабильность результата независимо от того, какого цвета измеряемый объект. Это потому, что ваши значения никак с этим объектом не связаны. Белый объект получится белым, а черный — черным. Освещенные участки и тени тоже будут проэкспонированы естественно. Теперь давайте сделаем то же самое с экспонометром отраженного света. Так как происходит замер света отраженного от объекта, он легко искажается вариативностью цвета, контраста, поверхности, текстур, яркостью фона и даже формой. Обычно в результате вы получаете совсем не то, что видите. Точечные экспонометры хорошо работают, измеряя отраженный от объекта свет. Проблема в том, что они не учитывают прочие факторы в сцене. Например, представьте, что вы используете экспонометр отраженного света вашей камеры для этой белой поверхности. Экспонометр поймает много света отраженного поверхностью, и чтобы сбалансировать средний серый тон, выставит значение экспозиции ниже, чем требуется. В результате изображение будет недоэкспонировано, и поверхность будет выглядеть серой. То же самое произойдет, если вы измерите свет, отраженный от черной ткани. Экспонометр зарегистрирует очень мало света отраженного от объекта, и для балансировки среднего серого тона выставит значение экспозиции выше, чем необходимо. В результате изображение окажется переэкспонированным, и ткань будет выглядеть светлее. Обе эти проблемы — это следствие замера света отраженного от объекта вместо замера света, непосредственно падающего на объект. Если вам нужна естественная нейтральная экспозиция, вы можете использовать серую карту с отражательной способностью 18%. Это более точный способ, который обеспечивает стабильную поверхность для считывания освещенности. Просто сделайте экспозомер по карте. Итак, некоторые ситуации требуют использования ручного экспонометра. Ручной экспонометр дает кинематографистам необходимую информацию. Одним пользователям он может и не понадобиться, тогда как для других он просто незаменим. Ручные приборы дают точную информацию с точными цифрами. А так как освещение — самая важная составляющая фотографии и кинематографии, никогда не помешает иметь больше информации о вашей сцене. Спасибо, что смотрите мое видео. Если вам понравилось, можете смело поделиться. И не забывайте подписываться. Не унывайте, ребята. Всего вам пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин